26 февраля день жестянщика в Твери. Утренний долгожданный снег не замедлил сказаться на состоянии дороги. Около 9 часов утра у поворота на Сахаровское шоссе автомобиль Матис врезался в столб. На место прибыла скорая, но женщина, управлявшая Матизом, от помощи медиков отказалась. Скажите, как по-вашему сегодня состояние дороги? Ой, ну если бы говорить о том, какие у нас дороги там, то буквально в субботу я попала, у нас огромные там ямы, и даже передо мной попали люди. Я-то ладно поменяла, все починила, деньги отдала на шиномонтажи, а вот люди попали, не могли даже завестись. Это Сахаровское шоссе? Да. Сейчас как дело было? Сейчас, я думаю, что скользкая дорога, и меня занесло просто на повороте. Сказать, что там яма или что-то, я не могу. Там нету ничего. Ваша скорость какова была? Ой, вы знаете, наверное, я не знаю, 40 километров, потому что я знаю свою машину, я уже давно за рулем, и... То есть я не привыкла, ну как бы не гнала. Ну когда закрутила, конечно, это было хорошо, на повстречке никто не шел. Вы себя нормально чувствуете, рано не получили? Ну, поцарапали чуть-чуть, да, поцарапались немножко. Этим утром женщина ехала из Аввакумово, где живет, на работу в Тверь. Как видите, Матис выкинула навстречку. Спустя 15 минут на пересечении улицы Шишково и Дурмановского переулка в форт врезался восстановившийся маршрутный паз. И вновь водители говорят о безобразном состоянии дороги. Говорили, вот, все, я метров сто тормозил, машина не остановилась. То есть вы увидели, что... Не, ну я ехал где-то, ну, 40-50 километров, вот, но я вижу, что машина остановилась. И получается, все, ну, я тормаживаюсь, и, ну, все, машина въезла. То есть не АБС, ну, то есть он не помог. И все, ну, влевого варианта не было, вправого тоже не хотелось. Сами не пострадали? Никто, ничего? Нет, никто не пострадал, то есть люди все вышли, все нормально. Но по-вашему состояние дороги безобразное? Ну, до ней вообще просто былолет полный. Вы видели чистят сегодня дорогу? Я не видел такого. Зато мы увидели первую за это утро дорожную технику. Она проехала по Шишково спустя полчаса после случившейся аварии. А вот как выглядела дорога до посыпки. Сплошной глянец. Едем дальше. Съезд с Восточного моста. Автомобиль Hyundai Getz при движении со стороны Туполева врезалась в мачту уличного освещения, а затем столкнулась с попутным Hyundai с Санатой. В результате пострадала пассажирка Hyundai Getz. 74-летнюю женщину с места аварию увезли в больницу. И вновь водители говорили о заснеженной дороге. Новое ДТП. Московское шоссе. У дома номер 25 столкнулись две машины. Митсубиши, идущую со стороны Твери, выкинула навстречку, где она столкнулась с Ладой Калиной. Пострадали оба водителя. Женщину, 78-го года рождения, находившуюся за рулем Лады, госпитализировали. Состояние дороги отвратительное просто. Из-за чего вас вынесло? Из-за гололеда вынесло. Дорогу не чистили, когда вы ехали, да? Нет. Скорость у вас какая была? 60. 60, то есть... Я снизал уже на повороте, то есть она меньше 60 была, то есть регистратор есть, все есть, на регистраторе все зафиксировано, она была ниже 60, меня понесло, выровняло, а потом меня занесло в бордюр, от бордюра уже навстречу. И вы в Ладу? Я в Ладу, как смог, вышел, ну, все смог, сделал. Сотрудники ГИБДД тоже сказали нам, что дорога этим утром не чистилась. Мы еще раз призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА